всем доброго дня сегодня делаем такой небольшой обход по цеху что делаем что есть в работе чем заняты вообще в целом ребята я киев соренто 12 год 2 и 2 2 4 hb 2 и 2 турбовый дизель у нас сегодня на ней снимали бампер и меняли радиатор почему-то только на соренто это происходит не не понятно причины может быть это связано с решеткой вот с этой с открытой большой вот здесь вот может быть туда нужно ставить сеточку происходит следующее у всех раздувает основной радиатор охлаждение вот он радиатор только что сейчас поменяли вот такая штука происходит сюда забивается грязь вот именно в нижнюю его прям раздувает на санта-фе то есть такого же года такой же стоит радиатор такой же стоит двигатель все практически один в один но только бампер и решетка немножко сделано по-другому может быть ну не стали углубляться в эту проблему но все же то есть вот у всех одно и то же радиатор стоимостью там очень-очень больших денег вот происходит такая болячка поэтому как вариант как вариант наверное стоит если кто еще не попал на это или попал при снятии бампера все же советую поставить сеточку с радиатором кондиционера происходит точно такая же история но почти верхняя часть с ней все прекрасно следующий у нас grand star x стоит я даже это у нас делает дмитрий grand star x разлетелась турбина вот тут видно все в масле разлетелась турбина пропала тяга пошел дым видно что здесь визуально никто давно здесь ничего не делал просто ездили на ней ездили ездили скорее всего не было должного обслуживания прежде чем менять турбину или или допустим гремят цепи менять цепи или что-то всегда делается замер давления масла вот многим я вам говорил вставляется вот такой болтик вот дима поставил шайбочкой болтик глушим а потом меряем давление масла потерять давление масла у нас может быть как пламя гасящие шайбы которые скорее всего вот вот видите черное прям все и там внутри все шайбы сгорели маслоприемник забился если допустим для двигателя давление 1 и 4 1 1 и 5 еще не критично то для турбины то есть уже все она выходит первую очередь при замере давления что происходит когда забит маслоприемник мы заводим машину давление показатом 18 двоечку там 119 заводим смотрим на манометр и даем газу когда маслоприемник забит давление выше там двойки или выше двух с половиной не идет вообще либо делает это медленно так как она не может взять вот сейчас замерили давление масла то есть двоечка есть но когда даешь газу его нет когда забит маслоприемник первую очередь тоже опять же второй этап второй этап как правило правильный это вскрытие поддона мы скрываем поддон если видим маслоприемник там забит понятно мы его чистим мы смотрим наличие вкладыши чтобы они там не валялись то есть если в поддоне у нас есть крупная стружка от фольга от вкладышей то вопрос стоит о том что мотор нужно снимать и нет смысла все это делать жить ему будет недолго kia sorento bl вот он тнвд его так отламиловал все здесь было перепроверено сейчас ждем насос другой от клиента не понятно что там случилось даже дело в том что мог заклинить сам насос но мы не можем покрутить его то есть вроде бы никаких проблем нет но случилось вот такая беда сейчас ждем насос от клиента есть еще интересное grand star их стоит на улице это занимаюсь я здесь подготовлено все уже к капремонту то есть к ремонту двигателя то есть все крышки у нас получается планка верхняя новая потому что резьбу всю вырвали там на старый новая клапанная крышка оригинальная потому что она сломана там и крышка вала баланса тоже новая новая оригинальная вот она у нее разбита шестерня вот этот шестерня болтается разбит смотрите здесь лежит коленвал новый оригинальный пробегом 600 километров также постель не оригинал сейчас два новых оригинальных вала баланса два новых распредвала они оригинальные то есть вот они пустотелые они более легкие проблема в том что у людей не знаю точно по какой причине развалился мотор клиент купил шор блок они его собрали собрали проехали буквально там 600 вроде бы как 500 или 400 проехали и пошел шум от цепей то есть цепи стали греметь замерили давление масла и она была 1 и 2 они разобрали сменили масляный насос вот он лежит масляный насос то есть новый оригинальный насос поставили но давление все же не поднялось насос когда крутишь закусывает дело в том что давление должно быть минимум 1 18 она у нас упала на 14 сколько бы я не мерил вот упала 14 дело в том что в новый шор блок засунули старые баланс валы то есть большими огромными задел дирами якобы слесарь сказал что вроде бы как пойдут все прекрасно типа ставьте но здесь когда мы уже вскрыли эти распредвалы с задирами разбили просто очень сильно разбили втулки баланс валов также не оригинальный турбокомпрессор отъехал буквально через 600 километров полил потекло масло выкинули два распредвала распредвалы не оригинальные не советую стоять вот они очень тяжелые такие то есть они вот у нас не пустотелые цельные валы у них неправильно сделан угол кулачков то есть через 600 километров вот мы сейчас здесь выкинули распредвалы и рокера не оригинальный их стала прям сжирать вот на одну сторону вот и на всех так на всех на всех на всех то есть рокера и распредвалы будут оригинальные то есть они ходят максимум там тысяч двадцать тридцать и все разваливается за вот она крышка у нас также будем менять коренные вкладыши коренные вкладыши шатунный остается шорбок был оригинальный вот они пятнышки то есть говорит о том что было голодание то есть такие точки появились блок уже привезли втулки баланса заменили все я тут подготовил турбина опять будет новая опять будет не оригинальная клиент сказал что нет смысла то есть ставьте не оригинал и обратно и вот еще не такой маленький момент в новых шорбок а вот эти форсунки стали ставить без уплотнительных колец то есть должны быть алюминиевые шайбы стоять внизу и сверху то есть их на новых шорбоках нету я буду ставить обязательно то есть моя задача найти проблему в этом двигателе где утечка я буду цепляться каждой вещи то есть распредвалы втулки вала баланса у нас это основная утечка также причиной может быть утечки неоднократно я сталкивался с таким что допустим у нас было давление там 18 двоечка но после замены турбины неоригинальных давление падает на 116 или 15 или 17 дело в том что не оригинальных турбинах тоже есть свой запорный клапан и когда этот зазор большой масло просто она смазывает турбину она за затекает и в нагляк отсюда вытекает то есть везде но по поводу турбины я уточнил якобы они ставили старую турбину на старой точно такое же было давление и они сменили другую турбину и вот уже на этой турбине тоже попробовали и давление тоже упало у олега у олега здесь был капитальный ремонт он уже закончил с двигателем собрал мотор здесь было голодание масло замена каленвала замена двух татунов и что-то еще там ремонт турбины вот этот grand star x тоже очень интересный делает у нас александр электрик он у нас один из лучших в своем деле вот здесь они разобрали они то есть приехали все как всегда куча датчиков вот у них есть тнвд уже лежит здесь куча датчиков запасной блок управления двигателем и все остальное проблема заключается в том что двигатель заводится заводится работает несколько там секунд ровненько и потом глохнет и бьет ошибку по балансу там цилиндров ряд цилиндров 1 или ряд цилиндров 2 то есть там а б вот так они бьют я сталкивался таким случаем когда блок управления заливала вот по стойке после аварии или после некачественной переклейки стекла попадала вода но мозги вы знаете кто бы чтобы не делал никогда ни разу я не столкнулся чтобы блок управления сгорел ни разу и происходит здесь вот следующее у них контрактный мотор они у нас уже здесь были что-то делали происходит следующее если мы одеваем все четыре она заводится и бьет по балансу если мы снимаем одну то она заводится и работает на трех цилиндрах и бьет ошибку по обрыву цепи то есть неважно любую снимает говорит о том что контакт контакт то есть на питание топливных форсунок плохой вот очередной grand star x edward загоняет что-то будут разбирать идем у димы спросим расскажешь нам чуть-чуть нет нет ни ну ты же мерил давление масло и что тут как приехали чё делали зачем так грубо то как ему говорит ты вообще но а давление что измерил нормально заглядывал под пробочку сгорели шайбы видел да все но а ты будешь подмену шайбочек и замена подон-то будешь снимать отчет клиент отказался один денег нету то есть денег нет сейчас основная это снять поддон поддон и почистить масло приемник это и так уже ясно что проблема там но вот клиент сказал не надо снимать поддон все этому не отлично ну вот в большей части в большей части так и бывает нет ну просто замена прокладки клапанной крышки понятно здесь то есть шайбы также отфезируется все сделать но снять поддон это пусть будет три с половиной тысячи рублей плюс масло ну пусть будет 10 то есть сейчас он приобретет новую турбину там не оригинальную пусть берет турбину там за 30 35 тысяч выезжает до светофора и все заново а может хуже ну ладно чё это его выбор пойдем опа опа андрей у нас идет да и гляну чё будешь делать давай глянуть давайте чё будешь делать ну покажите что будешь делать машину да 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 репортера да что вы все такие все такие пресса тебе у нас спортэш старенький разлетелся подшипник ступицы задней левой разобрали полностью кулак подшипника не оказалось сейчас у нас наличие сейчас привезут попозже и поставят спортэш у нас бензинка бензиновая они довольно такие хорошие качественные бегают и вот те люди которые приобрели довольно давно и брали сыновья салона и вот они до сих пор ездят уже там практически 20 лет они отъездили вот без проблем что дизельные что бензиновый но дизельный спортэш d4 я 2 литра они по-моему какой-то чешской сборки вот те очень хороший удачный а те которые санта-фе классик и tucson на тагазе сделаны не очень такие и гниют и разваливаются вот еще до sorento чё там такой соленблок на sorento на sorento а будут смотреть когда он у нас делает тут вот вытащили промвол обслуживание полного привода а сменили угловой редуктор вон стоит а помыли то есть обслуживание обслуживание шлицов было раза тушку сняли помыли там все промазали сейчас все собирать будет назад михаил какие-то модные очки вот он поворотный кулак который уже ждет своего подшипника все разобрано почищено все вся ступица то есть ждет подшипник михаил будет менять диски тормозные колодки ручника вот у нас получается айкил она глянем ну тут тут нормально да да еще походят все эти чуть походят а ручника чо колодочки ручник вот эти вот всякие царапки вот это вот это следствие того что когда он закусывает то есть причиной может быть трос механизм либо либо забыли отпустить в этот ручник то есть прям вырвало кускай ну вот внутри тут потому что здесь то принципе неплохо то есть прям говорит о том что ручник дернули и поехали а там дернули не зажало у нас в работу при замене дисков тормозных колодок входит такая функция как обслуживание направляющих в обслуживании направляющих входит снятие вот этой скобы то есть снимаются антискрипные пластины под ними смотрите все вычищается потому что многие подтачивают колодки которые не залазят надо все просто вычистить вот вычищается все руками то то есть смазываются все пальчики все то есть вот уже михаил все это облужил все сделал теперь все это обработается температурной смазкой поверх и все это будет работать долго и качественно здесь на грантарксе у нас юрий делает то топливный фильтр масло фильтра довольно свеженький спорт с двухлитровый все как у всех здесь ничего нового нет сажим фильтром вот она уже евро 5 все как обычно ролики ремень шкив коленвала что тут обслуживание полного привода по полному приводу кстати на соренто праймах и на свежих более на трехвальных угловых редукторах то есть раздатка они поставили два сальника более уже сделали так качественно давай рассказывай рассказывай давай обзор обзор на слесарей то есть показывает одного меня это у нас андрей он у нас все всю свою практику рабочий проработал у дилера то есть большой огромный опыт то есть качественная работа и то есть подход к любой машине то есть я здесь не один то есть вы можете приехать к любому то есть специалисту и вам сделают все без проблем ну вот в том-то и дело в том-то и весь смысл чтобы разгрузить немного меня я сейчас рассказываю о вас перенаправлять до то есть какие-то более легкие работы там допустим я не знаю замена дисков ремонт ходовой это его вы можете то есть записываться к любому мастеру и вам все сделают как положено у нас остался только сказать про электрика который прям очень стесняется снимать мы очень давно хотим про него снять видео но он прям напрочь отказывается здесь у нас он работает уже лет пять то есть наизусть знает каждую машину то есть делает все качественно и грамотно а вот кстати наверное с форсунками сейчас он также занимается у нас диагностикой топливной системы вот здесь его место рабочие тут он находится нет его нет вот у нас стенд топливный и вот его рабочее место вот ему привезли форсуночки на проверку форсунка топливная проверка на стенде сколько там четыре штуки наверное дэлфи он даже стал сейчас обучаться варить аргоном вот его шоу аргонный вот это испытание он взял распилил пополам то есть сделал вот это стоит чудо техники смотрите допустим у меня тоже есть аргоновая сварка там стоит для нее необходимо охлаждение вот и охлаждение мне там так и не купили и горелка моя расплавилась то александра вот он приобрел горелочку вот она допустим с охлаждением и вот это все вот это все он сделал сам то есть нашел все чертежи заказал все датчики вот так она выглядит то есть регулятор включить выключить то есть вода бачок тут от газели мотор от того от сего то есть и вот все блок питания вот это он все сам сделал лучше кстати тестировал вчера на максимум нагрузку пробовал подключал все работает вот ему осталось совсем чуть-чуть тут якобы регулятор потока слабенько казалось сейчас закажет и вот наверное закроет и все вентиляторы радиаторы кстати конструкцию тоже сам всю сварил то есть полностью то есть вот уже аппаратом своим он у него аппарат стоит у нас вот сейчас уже получается первый снег это сезон люди едут на обслуживание на то то есть проверяет перед морозами своей машины сейчас есть возможность сбить поднять в тепле посмотреть все чтобы уже не беспокоиться поэтому если ваше авто еще не готово к суровой зиме то ждем вас здесь у нас на дубнинской 50b строение 1 всем пока ваше авто сезон